Мошенники обманули пенсионерку почти на 400 тысяч рублей. Саровчанке неоднократно звонили неизвестные, которые представлялись сотрудниками банка и утверждали, что на неё был оформлен кредит. Гражданке поступали звонки с телефонных номеров, начинающихся с 495-499. Ей объяснили, что её деньги могут быть переведены неизвестным лицам. Дабы обеспечить им безопасность, необходимо их перевести на резервный счёт. В результате чего гражданка осуществила 20 переводов на мобильные номера по 10-15 тысяч рублей. Полицейские напоминают, что сотрудники банков звонят клиентам только в рекламных целях. Если по телефону сообщили, что ваши финансы в опасности, то прервите разговор и позвоните по номеру на обратной стороне вашей карты. Вы попадёте в банк, где настоящие сотрудники учреждения дадут всю необходимую информацию. Правоохранители также напоминают жителям города, что стоит позаботиться о сохранности велосипедов. В лестничной клетке, либо где-то под лестничной клеткой, имеется место для того, чтобы поставить там. Где вот обычно у нас молодые мамы стоят коляски, там можно поставить свой велосипед, пристегнув его к удосточной трубе тросом, чтобы его каждый проходящий не мог взять и поехать. И в том случае можно ставить велосипед там, где в подъезде, допустим, оборудованы видеокамеры наблюдения. Это всегда пугает злоумышленников. Надёжнее хранить велосипед в квартире. В этом году сотрудники правопорядка уже зарегистрировали пять краж двухколёсного транспорта. Лишь одного из злоумышленников удалось найти. Дарья Козина, Константин Островский, Сергей Рябов. Служба новостей, Саров-24.